МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, бывший мент и бывший зэк. Сергей и Олег – единственные друг у друга. Это настоящая мужская дружба, проверенная алкогольным забытьем, дракой двое против десяти, холодными зимними ночами и выживанием на улице. Секрет семилетней дружбы они определяют, не задумываясь. Улица – вот, это самый первый секрет. Улица – это улица. И взаимопонимание. Вот всегда друг другу, каким ни были недопонимания, всегда друг другу прощаем. То есть, ну, он был человеком в первую очередь. Вот научились обращать. Сергей неудачно вложил деньги и потерял жилье. Раньше 43-летний алкоголик был ОМОНовцем. Олегу 64. Он – бывший офицер. По своей глупости продал с воинской части, ну, огнестрельное оружие. И у меня конфискация имущества. 52 единицы. 52 единицы. Карабином. Огнестрельного. А тебе еще надо умудриться, по-моему. Да-да. Оксанка даже сама удивляется. И у меня суть был с конфискацией имущества. Сколько на улице еще? Я отдыхаю с 95-го года. Каждый день к двум часам Сережа и Олег приходят к палатке с бесплатной едой. Кроме чая и хлеба здесь предлагают ночлег и новую жизнь. Но бомжи отказываются в приюте, запрещено курить. Поэтому, взяв добавку, бездомные уходят, уступая очередь другим. Сегодня на обед супчик у нас с мясом. Чтобы наши люди покушали, чтобы были здоровы и крепкие. Бездомных подкармливают волонтеры приюта «Новая жизнь». Курируют кормежку Андрей. Бывший алкоголик и бомж, несколько лет назад вступивший в борьбу с судьбой и победивший. Его даже похоронили юридически. Из Сибири с заработков Андрей вернулся вместе со свидетельством о своей смерти. С трудом удалось доказать, что он живой. Не было бы счастья, как говорится. Андрея спасло то, что он был ранее судим, и его отпечатки остались в базе. Своё воскрешение Андрей отметил попойкой. И понеслось. Я просто-напросто уходил за поем, чтобы меня мои родные не видели. Я жил на улице, это месяцами длился. Ту жизнь, которую проживают эти люди, я её прекрасно понимаю. Потому как я, знаете, вначале начинал с коньяка, а заканчивал тем, что стоял уже возле Тошек. Почти 10 лет Андрей живёт в приюте. У него, как и у многих, здесь есть работа. Правда, не особо прибыльная. Он сапожник. И сам, естественно, без сапог. Даже без тапочек. Свою обувь Андрей чинит в честь нашего приезда. Вот это вот надо будет отремонтировать, латочку ставить, набоечку поменять. А бесплатно делаете? Ну, если могут, там какие-то 10 гривен, шоколадку, так, чтобы можно было. Или там кофе, там что-нибудь такое. Знаете, как. Вот, не без того. То есть не по тем расценкам, которые у нас здесь. Это же, само собой, мы же здесь живём все, братья и сёстры. Мы же не наживаемся друг на друга. Должен человек захотеть меняться. Если он не хочет, то хоть мы его помоем, почистим, всё, приведём его в порядок, ничего же не поменяется. То есть, хоть мы его будем удержать, а потом через год дадим ему, скажем, снимем квартиру и говорим, всё, иди живи. И через буквально месяц мы его найдём опять же на свалку. То есть, человеку надо мышление поменять, надо очистить разум. Мы приезжаем на вокзал, смотрим, бездомные люди отдыхают, спят здесь, бывают, сидят, кушают, их гоняют. Подходим к нему, будем, спрашиваем, ты не хочешь поменять свою жизнь? И многие хотят поменять свою жизнь. Так Иван оказался в приюте «Новая жизнь». Каждый вновь прибывший заполняет анкету. Поломанная жизнь вмещается в пару строчек автобиографии. Потом бездомным дают помыться и переодеться. После водных процедур кормят. И уже сытому бродяги выделяют личную койку с самым настоящим постельным бельём и одеялом. Тем, кому не повезло разместиться на кровати, стелют прямо на полу. Раньше стопка матраса в несколько рядов упиралась в потолок. Но с каждым днём бездомных, прибывающих в приют, становится всё больше. Надо расширяться. Конечно, мы всех не можем оставить себе, но распределяем благодаря партнёрам, которые имеются в филиалах Черкас, Днепропетровск. Сейчас в Одесской области открыли ещё один. И мы туда распределяем, кое-кого в больницах отправляем. Новую жизнь в просторном, но мрачноватом здании на Столбовой пытаются начать разные люди. Бок о бок здесь живут бывшие криминальные авторитеты и бездетные вдовы, обанкротившиеся бизнесмены и спившиеся учителя. Их всех от улицы когда-то спасла вера. Виталия же религия уберегла от смерти. У него есть настоящий дом и семья. Но он часто приходит в приют навестить братьев во Христе и рассказать, что счастлив от того, что однажды ему не удалось повеситься. Василий хотел смерти, потому что боялся жизни. Той жизни, которую он тогда вёл. Только табуретку я выбил, тут же оказался на земле. Как будто кто-то мне этот ремень развязал. Я вторая попытка. Делаю вторую. Беру этот кожаный ремень, мочу в воду, завязываю на двор узла. Якобы, кажется, невозможно его развязать. Выбиваю табуретку, мгновение мока, удар, чёрный коридор и огни по бокам. Как и взрослая посадочная полоса в аэропорту. А потом резко всё потухло. Я только открываю глаза и слышу шёпот возле себя рядом. Он живой. Ирина оказалась на улице после того, как продала квартиру. Вырученные деньги она отдала на спасение ребёнка, больного раком. 29 лет дочка умерла. Жить Ирине было не для кого и негде. Теперь у неё снова налаживается быт. Прерываясь на болтовню с новыми подружками, Ирина самостоятельно ведёт хозяйство. Почти как раньше. Здесь я живу 4 месяца. Очень здесь хорошие условия. Кормят 3 раза в день. У нас пищи хватает. Хорошая еда. Вот, пожалуйста, здесь вещи находятся. Что у вас здесь, расскажите? Вот зимние вещи. А вот здесь детнее лежит. Здесь кое-что моё, а кое-что с гуманитарной помощью. Ну там совсем мало вещей. Это всё, что у вас есть? Нет. Сейчас в приюте 65 мест. Этого недостаточно для миллионного города, куда в поиски киношной романтики истекаются бездомные со всего СНГ. Поэтому новая жизнь планирует открыть ещё несколько корпусов. Уже строится отдельное здание для матерей-одиночек с детьми. Только регистрировано 5, где-то с половиной. Это можно удвоить в два раза. То есть бездомных людей более 10 тысяч. И проблему одним таким приютом не решить. Но если объединить усилия общие, то есть все инстанции, которые есть, хотя бы частично, но можно её будет решить. Ну, это работа, если в команде. В приюте действует свод определенных правил и точный распорядок дня. Здесь запрещено курить, пить и материться. Есть время для чтения молитв и служения. Именно религиозная подоплёка смущает многих бродяг. И проведя после обеда несколько часов в тепле и под крышей, они возвращаются на улицу. А некоторые и вовсе не соглашаются на такую новую жизнь, лишь приходя на обед. А сколько лет вы на улице уже? 12 лет уже. А почему так получилось? Вот так. А что там? Без дома. Был же дом какой-то. А куда делаешь? Нема. Обитатели приюта – пример того, что пьянство, наркомания и вродяжничество – не приговор. Каждый, если хочет, может не залечь на дно, а толкнуться от него. Но доплыть до поверхности сил хватает не всем. Это маленькая Надежда. Ей пять. Наденька не ходит в садик и, скорее всего, не пойдет в школу. Ее бабушка – взрослая Надя. Не хочет при всех вспоминать, как вышло, что внучка осталась без мамы. Старшая Надежда живет на улице, защищая малышку теплом своего тела и найденными на помойке куртками. Бабушка – единственная защита девчонки от холода, голода, гриппа и взрослых дядек. Малашу, главное, горячего поила. А я уже была внучка, она и дочка. Мы уже четыре года вместе. Вот эти четыре года мы с детства. А мама ее? Мама больная. А что так получилось, что вот вы питаетесь здесь? Как вам сказать, не трожьте? Я сказала, что не сипьте соль на рану, она еще болит. Периодически две надежды заглядывают и в пункт обогрева. Особенно, когда из-за снегопадов и морозов ночевать без буржуйки совсем не в моготу. Это один из двух городских пунктов обогрева. Палатка рассчитана на 50 человек. Ночлежка абсолютно автономна, есть даже генератор. Спокойный сон бездомных круглосуточно охраняет скорая и волонтеры. В обычные дни четыре человека, в особенно снежные и морозные, в палатке дежурит 10 добровольцев. Мы будем следить за порядком, чтобы здесь не было распития спиртных напитков, не курили. То есть общаться с людьми, оказывать им какую-то психологическую помощь. То есть даже тем, что мы, как говорится, оказываем участие в их судьбе, выслушать их, пообщаться. То есть разносить пищу, поговорить с ними, то есть накормить их. Но чаще всего бомжам не нужно никакое участие. Нужно всего лишь что-то горячее или горячительное. Пачка сигарет в кармане и непритекающий навес. Начать новую жизнь всерьез и навсегда не у всех хватает сил. А те, кому посчастливилось выбраться из хрущок, до последнего вздоха бояться снова оказаться по ту сторону входной двери. Немало пройдено дорогу, немало сделано ошибок. Я отсидел последний срок, мне правду говорить не стыдно. Боя жизнь не прожит, а во тьме, среди случайных вспышек света. Как хорошо, что я теперь все реже вспоминаем надо. Я нашел того, кого искал, он ответ на все вопросы дал, он дорого в небо осветил, дверь спасения для меня открыл. Я нашел того, кого искал Он ответ на все вопросы дал Он дорогу в небо осветил Дверь спасения для меня открыл